Марс, а ты помнишь, как мы спасли солнце, когда оно стало холодным? Ну нельзя разве просто посидеть в тишине? Вы все постоянно что-то говорите! Можно хоть минутку ничего не делать! Прости, что так нескромно! Но если ты ещё раз мне так скажешь, мне придётся тебя закинуть в солнце, понял? Ладно, прости меня. Что ты там говорил? Помнишь, как мы разогрели солнце, когда оно стало холодным? Мы просто прислонились к нему, и оно вдруг разогрелось. Тогда Земля сказала, что наши ядра остались нагретыми. Но про что он говорил? Что за ядра? Ха! Я тут услышал ваш разговор, и мне кажется, я знаю ответ. Ну давай, удиви. Видимо, мы какая-нибудь ягода. Например, персик. Если съесть его мяк, то останется косточка. Это его ядро, как я понимаю. Ну вот так. Видимо, мы ягода, а внутри нас есть своя косточка. Правда, её некуда посадить. Да, ничего глупее я ещё не слышал. И с кем я только живу? Интересная теория. Ага. Может, вы просто позовёте Землю, и она вам всё объяснит? Неплохо придумал. Земля! Земля, нам нужна твоя помощь. Хм, ну и какая? Помнишь, как мы разогрели Солнце? Конечно, помню. Такое не забыть. Я тогда ещё в Солнце ракету запустил. Хорошо, хоть он этого не помнит. Хе-хе. Нет, Земля, я всё помню. У меня вот из-за тебя ожог остался. Не думал, что у нас в галактике есть кто-то тупее Марса. Если честно, я тоже. Так вот, на чём мы остановились. Конечно, я помню, как мы разжигали Солнце. Тогда ты сказал про какие-то ядра у нас внутри. И как раз благодаря им мы разогрели Солнце. Что за ядра? Да, мы как раз интересуемся этим вопросом. Ха, ну тут всё просто. Мы состоим из нескольких слоёв, и внутри нас есть такой шарик. Ну, примерно как мы, только меньше. Так вот, этот шарик создаёт тепло для наших внешних слоёв. Это достаточно странно осознавать, но в действительности это так. Мы даже чем-то похожи на косточку в ягоде. Я же говорил, говорил, а вы мне не верили. Марс меня вообще идиотом назвал. Хе-хе-хе. Да, отчасти ты прав. Но наше ядро отличается от косточки тем, что оно имеет жидкую форму. Оно как плавленый сыр. Именно поэтому иногда из вулканов на мне течёт лава. Да, то косточки от ягод, то плавленый сыр. Мы уже еда какая-то, а не планеты. Ох, Марс, я же тебе говорил. Закрой свой рот и никогда его не открывай!